Казан-саммит завершился главной темой экономического форума. Халяль-продукция. Что мешает Татарстану продавать ее за границу? И капремонт. Зачем платить за него, когда дом уже отремонтировали? Обо всем подробнее расскажем прямо сейчас. Это новости экономики. Здравствуйте. Казан-саммит 2019 Индустрии халяль было особое внимание. Стиль жизни халяль сегодня в Татарстане называют потенциальной точкой роста экономики. С оговоркой, что рынки сбыта пока невелики. Вот это и предстоит менять. Порядка 50 татарстанских предприятий аккредитованы по производству продукции халяль для внутрироссийского рынка. Для выхода на внешний рынок необходимо получить международную сертификацию. Это требует совместной работы с федеральными органами власти. Халяль-экспорт должен стать важной составляющей наших внешних поставок. Пока же в Татарстане свой стандарт продукции халяль, который в республике внедрили еще 10 лет назад. В соседних регионах свои требования к халяльным продуктам, косметике, медицине, туризму. Итого 24 системы доворовольной сертификации халяль на всю Россию. О выходе на внешний рынок при таком раскладе речь вообще не идет, говорят эксперты. Поэтому еще в марте глава Минпромторга страны Денис Мантуров предложил ввести единый ГОСТ на халяльную продукцию. И тогда уже следующий этап это международная сертификация и новые площадки сбыта. Как минимум в страны организации исламского сотрудничества. С которыми уже сегодня товарооборот Татарстана достигает полутора миллиардов долларов. В Татарстане в этом году капитально отремонтируют 936 домов и направят на это почти 6 миллиардов рублей. Причем республика дает на обновление многоэтажек только 1 миллиард. Примерно столько же 1 миллиард 70 миллионов это деньги самих городов и районов. А на все остальные 3 миллиарда 700 миллионов сбросились татарстанцы. В платежках на оплату услуг ЖКХ в строке капремонт сумма приходит в среднем около 300-500 рублей с квартиры. Зависят они от квадратных метров. В Татарстане тариф 5 рублей 85 копеек с квадратного метра. В среднем в год набирается со всех татарстанцев 4 миллиарда. Почему мы должны платить каждый месяц, если дом еще даже не стоит в плане капремонта или капремонт только что завершился, эксперты объясняют так. Получается так, что дома, которые попали в программу, они занимают деньги через фонд рекоператора у других домов, которые находятся в этом муниципальном образовании. Я подчеркиваю, в пределах муниципального образования. То есть челны не могут занять у Казани деньги, взять казанские деньги. Также так Кайбицене возьмут опастовские деньги. То есть Казань свой кошелек, и они сами определяют, какие дома включать в этом году в соответствии с долгосрочной программой и из каких домов. А фонд ЖКХ ведет учет, что на этот дом они, например, собрали миллион рублей средств собственников, потрачено 5 миллионов рублей, они 4 миллиона еще остаются должны. Соответственно, они продолжают платить 5 рублей 85 копеек до следующего капитального ремонта в течение скольких лет, в зависимости от какой дом, насколько он большой. Чем больший дом, тем быстрее деньги собираются. Но и в то же время на этот большой дом нужно больше денег. Больше денег, конечно. Поэтому те дома, где уже прошел капитальный ремонт, должны обязательно платить, собирать взносы на проведение капитального ремонта, для того, чтобы обеспечить состоятельность, финансовую устойчивость фонда капитального ремонта, чтобы он мог в дальнейшем ремонтировать те дома, которые войдут в будущем в программу. В общем, платить придется авансом на будущий ремонт или за прошедший. К слову, если работы уже завершены, еще 5 лет действует гарантия. Переделать брак и претензии подрядчик должен будет в этот срок бесплатно. Это были новости экономики. Спасибо, что вы были с нами. До встречи.